Более 200 предложений, как бороться с коррупцией, поступило в партию Нур-Отан за три недели. Об этом сообщается на официальном сайте политической организации. Напомню, с 8 июля в стране проходит обсуждение проекта программы по противодействию коррупции. Документ рассчитан на 10 лет и должен начать работу со следующего года. Наши корреспонденты выслушали самые интересные инициативы. Разрешительные процедуры должны стать прозрачнее. Для этого в Караганде предложили усилить общественный и партийный контроль за работой государственных органов. Антикоррупционное образование в школах, колледжах и вузах также может стать хорошей мерой для профилактики. Но самый ощутимый эффект карагандинские нур-Отановцы ожидают от правильного семейного воспитания. Мы надеемся, что наше предложение войдет в этот проект. Потому что если в семье воспитание должное не дают, потом бесполезно переучивать. Воспитание должно начинаться с родителей. Только после этого у молодежи может быть уважение к духовным ценностям и труду. Вовлечение в антикоррупционное движение всех слоев общества считают наиболее эффективным способом борьбы партийцы Казаларды. Коррупцию в нашей стране можно сравнить с эпидемией. Противостоятие возможно только сообща все вместе. В эту борьбу должен подключиться каждый казахстанец. Необходимо формировать в стране антикоррупционную культуру. Воспитывать детей в духе нетерпимости к коррупции. В октябре к обсуждению антикоррупционной стратегии подключились и сотрудники областного филиала Казпочты. Сотрудники также высказали свой взгляд на проблему. Как говорится в программе, борьба с коррупцией это долг каждого гражданина республики Казахстан. С этим высказыванием я полностью согласен. В проекте правильно отражены многие аспекты. Население имеет право на свободный доступ к информации. А работа госорганов должна быть прозрачной. Я думаю, в документе учтены все меры по борьбе с коррупцией. При этом главным участникам антикоррупционных мероприятий в Нуратане хотят сделать молодежь. Будущее страны зависит от подрастающего поколения. В общей сложности за период обсуждения антикоррупционной программы в партию поступило свыше 200 предложений. Их учтут в итоговом документе, который должен начать работу уже со следующего года.